Меня зовут Кевин Брош, я известен как Жаждущий Странник, и я хочу познакомить вас со своими лучшими в мире друзьями. Нет, 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 не с ними. Вот с ними. Я люблю их всех. Знаете, в каком бы уголке земного шара я ни находился, люди спрашивают, Кевин, что у тебя в барчике? Сегодня вы это узнаете, потому что мы собираемся выпить. Ваше здоровье! Приветствую вас, парни. Пожалуйста, это тебе, а это тебе. На здоровье! Добро пожаловать в лучшее место на Земле, по крайней мере для меня. За шесть лет, что я веду эту передачу, ваше здоровье, мне довелось поездить по миру. Какие-то бары посетил, каких-то поработал, а где-то и пару стаканчиков пропустил. Плоча, ребята! Плоча! 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 я говорю об алкоголе. Спиртные напитки составляют основу любого хорошего коктейля, поэтому особенно важно знать, что именно нужно покупать и чем можно порадовать ваших друзей. Так что хватайте ручку, потому что сейчас вы услышите советы нашего бара. Прежде всего, о спиртных напитках, которые обязательно должны у вас быть. Позвольте мне представить некоторых из моих лучших друзей. Начнем мы вот с этого напитка, который мы любим называть «Храбрость голландца», более известное название «Джин». Самая популярная марка джина во всем мире, это, конечно же, Лондон Драй. Но какую бы марку вы не выбрали, они все схожи в том, что настаиваются на различных травах, прежде всего на ягодах можжевельника. Вот эти маленькие ягодки придают джину характерные для него вкусы и ароматы. Одно из достоинств джина состоит в том, что достаточно большая бутылка не будет стоить слишком много. Должно хватить около 25-30 долларов. Но еще лучше то, что джин можно использовать гораздо интереснее, чем какой-нибудь мартини. Убедитесь сами. Я приготовлю один замечательный коктейль на основе джина. Он называется «Брамбл». Это напиток старой школы, вроде свинга. Но кое-что нам придется добавить. Мы добавим пряности и немного свежих листиков для коктейля. Итак, начинаем со свежей травки. Мы возьмем базилик. Понадобится 5 или 6 листиков базилика. На стаканной к ней мы добавляем немного лимонного сока. Затем я добавляю обычный сироп из воды и сахара. В равных пропорциях. Две чайных ложки сиропа добавляем к лимону. Я выжму несколько капель свежего лимонного сока. А теперь необходимо как следует размять, чтобы наш базилик смешался одновременно со сладким и кислым. Наполняем стаканом льдом. Сверху наливаем джин. Он тут же просачивается вниз. Добавляем немного ликера шамбур из черной смородины. Завершаем. Выкидываю отсюда лед. Никогда не используйте лед повторно. Теперь у меня есть отличный холодный стакан. Надеваем его сверху и встряхиваем. Далее я беру получившуюся смесь, наливаю, украшаю листиком свежей мяты и... Готово! Это лишь один из вариантов того, как можно использовать джин, не говоря уже о физах и классических рецептах. Джин с мартини, джин с тоником и многое другое. Я хочу сказать, что джин стоит того, чтобы иметь его у себя дома. Вы будете удивлены тем, как его можно использовать и готовить рецепты, какие вам и не снились. Так, пора переходить ко второму светлому алкоголю. Он, возможно, сейчас является самым популярным на нашей планете. Правильно, друзья мои, конечно же, я говорю о водке. Отлично! По сей день в России производят лучшую водку в мире, но от нее не отстают и другие страны, такие как Канада со своей водкой Айсберг или водка Абсолют из Швеции. Чем водка отличается от других спиртных напитков, так это тем, что лучшие считают водку без запаха и вкуса. Так не бывает, но так говорят. Иными словами, чем меньше примесей в бутылке, тем лучше водка. Поэтому, когда вы идете в ваш любимый ликероводочный магазин, берите только качественный продукт, который был дистиллирован и отфильтрован надлежащим образом, а значит, хорошо очищен. Этот рецепт я придумал для одного своего приятеля в отеле на западном берегу Канады и назвал его в честь человека, на фильмах которого я вырос. Джон Хьюз. Для этого напитка мы берем свежее зеленое яблоко, наливаю сюда немного яблочного сока и добавляю все тот же обычный сироп, поскольку кислинка здесь тоже присутствует. Теперь беру свой пестик и разминаю. Благодаря этому у нашего напитка будет настоящий яблочный вкус. Теперь я добавляю лед и переходим к главному. Эта водка, она служит основным компонентом этого коктейля, потому что она делает его крепким и добавляет градус. Раз, два. Персиковый шнапс. Кто не пил персиковый шнапс в молодости? Наливаем немного персикового шнапса, а затем напиток, родом из Японии, но ставший известным на нью-йоркской студии 54. Дынный ликер Мидори. Получается великолепный вкус. И посмотрите, какой замечательный цвет. Это просто королевский рецепт. Напитки, в которые входят соки и простой сироп, необходимо немного встряхнуть. Но не сильно, потому что чем сильнее вы встряхиваете, тем больше образуется воды, и тем более разбавленный получается напиток. Не наливая его в стакан так, чтобы сюда попали кусочки свежего яблока. У вас получился обалденный цвет. Украсим яблоком, чтобы люди получили представление о том, что они будут пить. Вы видите яблоко, знаете, что напиток яблочный, но для контраста пороскиновая вишенка. Джон Хьюз готов. И только скажите, что вам не понравилось. Ладно, следующий будет стоить 6 долларов, а этот бесплатно. Привет, последний, но не менее важный светлый алкоголь. Он должен присутствовать в каждом баре. Это белый ром. Но в особых случаях, таких как мой выход за варную стойку, я предпочту кое-что поинтереснее. Темный ром. Светлый он или темный, по существу, не так уж важно, ведь дело все в том, что начинается с одного и того же. Я имею в виду сахарный тростник. Едем на сахарный завод. Из тростника получаю черную патоку. Далее патока после дистилляции служит основой для рома. Опять-таки ром – это один из тех напитков, которые должны быть хорошего качества. Я всегда советую выбирать качественный продукт, но для рома это особенно важно. Нельзя ничего испортить таким великолепным карибским ромом, как Эбблтон Эстейтс или Демарра или Гавана Клаб семилетней выдержки, потому что они нетерпкие, насыщенные и творят чудеса в любом тропическом коктейле. Перенесемся с берегов Карибского моря на Шотландское нагорье. И когда вернемся, томимый жаждой путешественник поговорит с вами о виске. Пришло время поговорить о коричневом напитке, я имею в виду виски. Его делают по всему миру, он производится во многих известных странах и в каждой стране по-своему. Конечно же, у нас есть канадский ржаной виски, есть односолодовый шотландский, есть ирландский, но сейчас поговорим о том, что должно быть в вашем баре. О замечательном американском коричневом алкоголе под названием бурбон. Далее уделим внимание великолепному спиртному напитку из Кентукки, я говорю о бурбоне. То, что называется бурбон, должно быть произведено в этом американском штате. Если на этикетке сказано иначе, вам следует быть осторожным. Во-вторых, бурбон делают из кукурузы, как минимум 51 процент должен быть получен из кукурузы. Опять же, если на этикетке указано что-то другое, скорее всего, продукт недостаточно хороший. И последнее, бурбон должен быть выдержан как минимум в течение двух лет в новых обожженных бочках из белого дуба. При разливе в бутылке ничего, заметьте, ничего не добавляется для улучшения вкуса. И чтобы придать сладость или цвет, именно поэтому его пьют в чистом виде. И даже без воды или льда, потому что этот напиток стоит распробовать, как следует. Ух ты! Очень крепкий! А теперь поговорим о близком северном родственнике бурбона, канадском ржаном виске. Этот напиток уникален тем, что его производят из ржаных зерен, а не из кукурузных. И, как любой виске, он тоже выдерживается в бочках. Но! Эти бочки не обжигаются непосредственно перед использованием. Что интересно, как правило, это бочки из-под выдержанного бурбона. В них ржаной виске получается более мягким, чем бурбон, и тем самым вы можете выбирать более подходящий вкус для своего коктейля. Следующий напиток назван в честь женщины. Ее звали Дороти Паркер, возможно, вы о ней слышали. Каждую неделю-две она заседала за круглым столом отеля «Алконгуин» в Нью-Йорке в 20-30-х годах. Сначала наливаем достаточно большую порцию канадского ржаного виски, а потом берем немного вот этого сухого вермута. Он удивительно хорош. Он настоен на травах, и это делает мартини таким особенным. Итак, если я взял приблизительно три части ржаного виски, то сейчас мне нужно добавить одну часть или даже меньше. А затем нам нужно все перемешать. Давайте как следует заболтаем. Вы, парни, особо ничем не заняты, займитесь перемешиванием. Теперь оставим его постоять и охладить. Далее я беру примерно такое же количество ананасового сока и снова перемешиваю. Украшать этот напиток я не буду, а подается он в бокале для мартини. Будем надеяться, что Дороти Паркер, пусть земля и будит пухом, не перевернется в своем гробу. Прошу, можете пробовать. Выпейте в честь Дороти Паркер. Выпейте в честь Дороти Паркер. Если вы бывали в барах, как это иногда делаю я, то вам должны быть знакомы эти две бутылки. Это виски. Два из самых лучших виски производится. Один в Шотландии, без английской буквы И, второй в Ирландии с буквой И. Какой лучше? Решать вам. Но что касается жиландского виски, то он более разнообразен. В мире существует несколько видов односолодового виски, в то время как ирландские виски чище, слаще и... Да, очень хорошо идет. Предпочитаемый мною, алкоголь делают на британских островах. Как ирландские, так и шотландские виски достойны того, чтобы стоять в вашем баре. Но какой же из них выбрать? На самом деле оба виски имеют одни и те же ингредиенты. Это чистая вода, солод и дрожжи, но они могут очень сильно отличаться по вкусу. Вот вам один хороший совет. Повторяю еще раз. Не экономьте на виски. Пожалуйста, покупайте качественный продукт. Пойдите и купите как минимум одну бутылку хорошего ирландского виски и бутылку хорошего шотландского виски для своего бара. Потому как ирландский виски хорош для тех, кто не привык пить виски, он существенно мягче, чем его собрат из Шотландии, и не так сильно бьет в голову, как его шотландский аналог. В то время как виски из Шотландии оказывает гораздо более сильное воздействие, и в зависимости от производителя может даже иметь сильный привкус торфа или дыма. Это напиток для настоящих мужчин. Что ж, томимой жаждой путешественник, я бы хотел обратить ваше внимание на что-нибудь, скажем, из Исландии. Поверьте, вы не пожалеете. И последний упомянутый виски нужно пить в чистом виде. Может быть с небольшим количеством воды, чтобы дать вкусу раскрыться, если это выдержанные виски. Но умоляю вас, не надо добавлять к этим виски лимонад или содовую, иначе я вас убью. В Ирландии любят говорить ирландские тосты, поэтому позвольте мне сказать один классический ирландский тост. Пусть дорога приветствует вас. Пусть ветер всегда дует вам в спину. Пусть солнце сияет над вашей головой, а дождь орошает ваши поля. Пусть Бог хранит вас. До нашей следующей встречи. Я знаю, знаю, знаю. Со мной нелегко, да? Хорошо, следующий спиртной напиток, стоя довольно дорого, но если вы сможете себе позволить, жаждущий странник настоятельно рекомендует приобрести его для своего бара. Речь идет о короле Франции. Нет, не о шампанском, друзья мои. О коньяке. От названия одного из регионов Франции произошло имя этого напитка, который по праву достоин своей высокой репутации. Я говорю о коньяке. Удивительный напиток. Он украсит любую встречу. Его дистилляция производится из винограда, у которого есть свои особенности. И этот замечательный спиртной напиток известен своим потрясающим букетом и прекрасным послевкусием. Он так же, как нельзя лучше, сочетается с настоящей хорошей сигарой после приема пищи. Прекрасный вкус. Совершенно потрясающий. Любители коньяка говорят, что когда его пьешь, ты совершаешь путешествие в историю. Некоторые из сохранившихся до наших дней бутылок хранят коньяк, разлитый без преувеличения сотни лет назад. А некоторые из таких бутылок могут стоить тысячу долларов. Но ведь мы живем лишь раз. Верно? Помните, я сказал, что коньяк стоит дорого? На самом деле это не обязательно так. Существует огромный выбор коньяка. Различные выдержки. И что хорошо, так это то, что о качестве данного спиртного напитка обычно говорит сама бутылка. Менее дорогое, более дорогое, очень дорогое. Если говорить о другом замечательном продукте, изготавливаемом из винограда, то есть один спиртной напиток, о котором часто забываю. А между прочим, совершенно зря. Он родом из красивой страны Португалии, и мы знаем его как Портвейн. Кроме того, что, возможно, это самое живописное место в мире, где я побывал, Португалия – родина одного из самых интересных спиртных виноградных напитков в мире. Смотрите, это же Портвейн. Только в городе Порто вы можете видеть, как вино буквально течет по улицам. Здесь можно пить Портвейн даром. Своё происхождение этот напиток берет в невероятно красивой долине Дору. Портвейн – это вино, в которое для крепости добавляют немного бренди, тем самым делая его одним из самых сладких алкогольных напитков. Существует несколько категорий Портвейна. Есть винтажный Портвейн, который производится из вина урожая строго одного года. Есть белый Портвейн, и можно найти золотистый. Золотистый Портвейн – это бленд разного года урожая, но главное отличие между этими всеми категориями заключается в цвете, вкусе и годе урожая. Например, винтажный Портвейн по цвету и вкусу больше напоминает красное вино, в то время как золотистый имеет более коричневый цвет и, несомненно, слаще. Но и тот и другой, как и любой Портвейн. Вообще, это напиток, которым нужно наслаждаться после еды. Думаю, я бы посоветовал начать с Портвейна 10-летней выдержки. Не обязательно тратить деньги на 20-летнюю или 30-летнюю бутылку. По крайней мере, пока вы не стали страстным поклонником Портвейна. Хорошо, переходим от благородных вин повседневным. В любом хорошем баре должны быть, по крайней мере, несколько бутылок хорошего вина на каждый день. У нас здесь есть качественные красные вина для приготовления сангрии. Из них можно сделать прекрасный коктейль. Есть несколько хороших белых вин. Белое вино отлично подходит для лета. Белое вино содовое и, конечно же, игристое вино или шампанское. Поверьте мне, из него можно приготовить лучшие коктейли из когда-либо придуманных. Сейчас смотрите внимательно. Этот рецепт достаточно простой, и приготовить его можно всего за пару секунд. Сначала кидаем один кубик сахара в бокал для шампанского. Затем, самое интересное, добавляем 4 или 5 капель горького пива ангустура прямо на кубик сахара. Медленно, очень медленно начинаем наливать шампанское в бокал. При этом наклоните бокал на 45 градусов. И в завершение украстье кусочком лимона, и вот классический коктейль из шампанского готов. Мексика славится подарком богов, которые родом из этой пустынной страны. И, как вы можете видеть, здесь повсюду растет азул агавы текилана вебер. Голубая агава. Из этого растения производят восхитительную текилу, которую мы пьем каждый божий день. Увидимся в городе Текила. Это за мой счет, парни, спасибо! Возвращаемся к нашему разговору. Осталось не так уж много времени, и у нас в баре обстановка уже гораздо более теплая. Давайте перейдем к спиртным напиткам, которые вряд ли можно ожидать увидеть у каждого в домашнем баре. Поговорим о текиле. Замечательнейший напиток. Я не о том, что вы пили в университете или колледже. Я говорю, а вот это настоящий текиле. Да, удивительная страна Мексика дарит нам один из моих самых любимых напитков под названием текила. И производится он из вот такого растения, напоминающего кактус, который на самом деле не кактус. Он называется голубая агава. Именно из этого растения получается напиток, вкус которого может напоминать бензин, если он некачественный, или может быть таким же изысканным, как у лучшего виски, если приготовить его правильно. Вот совет жаждущего странника по поводу текилы. Если вы собираетесь приобрести бутылку текилы для домашнего бара, то лучше берите стопроцентный сок голубой агавы. Это должно быть написано на этикетке. Поверьте, на вкус он гораздо лучше, чем любая другая текила, и вы утром будете вспоминать меня с благодарностью. Сейчас я попробую сделать маргариту, но собираюсь немного изменить рецепт. Я приготовлю маргариту манго. Начнем с хорошего спиртного, стопроцентная текила из голубой агавы, наливаем один шот, два и третий. А затем я достаю секретное оружие. Это стоящая вещь. Пусть у вас будет то, чего нет у ваших друзей. Это спиртный напиток из Нового Орлеана. Водка манго с перцем. Он добавит крепости, остроты и немного вкусовых ноток манго к вашему впечатляющему коктейлю в мексиканском стиле. Добавляем два шота, затем я возьму немного свежего, сладкого, пюреобразного манго. Я приготовил его сам сегодня утром. Посмотрите, только какой аппетитный. Сразу видно, что не из магазина. С его помощью мы улучшим консистенцию и вкусовые качества нашего коктейля. Итак, примерно одна чайная ложка свежего манго на каждые 30 граммов водки. У вас получится очень сладкий и крепкий напиток, но я хочу сгладить сладость капелькой горечи. Нужно где-то одну чайную ложку свежевыжатого лимонного сока на каждый шот спиртного. Сверху я налью немного обычного сиропа. Хорошо прикройте коктейли, как следует встряхните. Расплющите манго. Можно, да, сделать это кому-нибудь из посетителей бара или нельзя, если они разговаривают. Ничего, я поработаю, не беспокойтесь. Коктейли маргарита можно подавать в бокалах украшенных солью. Я украшаю их наполовину. Так что вы можете пить коктейли подсоленным или таким, как он есть. Так, наливаю. Кто хочет? Ты перед этим не обращала на меня никакого внимания. Я отдам его тому парню. Я отдаю ему, пожалуйста, на здоровье. Обожаю находиться здесь. Знаете, бар скоро закрывается, но в моей душе он всегда открыт. Я только хочу, чтобы вы все помнили одну вещь. Это не наука о ракетостроении. Смешивать, придумывать рецепты, готовить коктейли и напитки – это все для развлечения. Поэтому экспериментируйте, вас ничто не укусит за руку, почувствуйте себя барменом. Качественные продукты, лучшие напитки, хорошие друзья – в этом залог успеха. Всегда. Еще одно напоминание – никогда не оставайтесь голодными и не переставайте жаждать большего. Ваше здоровье. И жду вас еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!